SCP-2746 Сотрудник следует выдавать одноразовые халаты свободного покроя, которые следует носить вместо обычной одежды во время нахождения в SCP-2746. Перед проникновением внутрь SCP-2746 сотрудникам следует снимать всю одежду и личные вещи, исключая защитное снаряжение и аксессуары, используемые для медицинского назначения или для корректировки зрения. Вследствие природы объекта SCP-2746, большая часть одежды и экипировки считается ненужной для исследований SCP-2746-1. Эти вещи следует хранить в специально отведенной ячейке в складском помещении 111-2, SP-111-2. По прибытии к SCP-2746-1 сотрудникам следует оставить халаты в SP-111-2. При возвращении с исследовательской миссии халаты следует сдавать для дальнейшего повторного использования или для утилизации. Все личные вещи следует забрать с хранения. Снаряжение, необходимое для экспедиции внутрь SCP-2746-1, следует перевозить исключительно в виде багажа. Желательно, чтобы это снаряжение было пригодно для использования животными. Описание. SCP-2746 обозначение подземного тоннеля, расположенного в городе Лас-Вегас, штат Невада, примерно в 250 метрах к северу от зоны 45-А. SCP-2746 в основном функционирует как стабильный двухсторонний портал между Лас-Вегасом и экстрамерным пространством, далее обозначенным как SCP-2746-1. На левой стороне главного входа в SCP-2746 находятся два складских помещения. Складское помещение SCP-111-1 расположено в Лас-Вегасе, а 111-2 расположено внутри SCP-2746-1. В каждом из этих помещений есть дверь, ведущая наружу, и дверь, ведущая внутрь SCP-2746. Как только человек проходит сквозь SCP-2746, он принимает облик другого животного, не являющегося человеком. Какой-либо закономерности или объяснение, почему субъект трансформируется в тот или иной вид, найдено не было. Согласно наблюдениям, процесс трансформации начинается со скелетной структуры субъекта и заканчивается изменением кожных покровов размеров тела и внутренних, внешних органов до размера соответствующего виду. По прибытии в SCP-2746-1 субъект сохраняет собственные нечеловеческие голосовые связки и разум. Нечеловеческие субъекты не претерпевают тех изменений, что и люди, при пересечении границы SCP-2746. Когда любые другие организмы, исключая людей, проникают в SCP-2746, у них развиваются только функциональные голосовые связки. Они сохраняют свой уровень интеллекта во время нахождения в SCP-2746-1, но способны повторять элементарные или знакомые фразы в зависимости от него. Это воздействие начинается в момент вступления субъекта на территорию SCP-2746 и завершается, когда субъект доходит до SCP-2746-1. При возвращении в Лас-Вегас процесс происходит в обратном порядке. На данный момент неизвестно, происходит ли данный эффект от SCP-2746 или же от близости к SCP-2746-1. SCP-2746-1 является лесным массивом диаметром приблизительно 111 километров. Исследование внешней границы местности указывает на то, что местность парит в воздушном пространстве. Атмосферное давление и температура соответствуют умеренному климату на Земле на уровне моря. Согласно обнаруженным внутри SCP-2746-1 документальным свидетельствам, данная местность была заселена разумными животными, не являющимися людьми, примерная численность которых составляла от 770 до 780 особей. Предположительно, обитатели были способны возводить сложные постройки и создавать инструменты, а также установили олигархию религиозного толка, основанную на «Удалено». Согласно архивам, обнаруженным в нескольких развальных церквей, которые поддерживались правительством, социальная структура и население SCP-2746 делилось на три группы. А именно, Юэй Риди Ри, Лазара – ремесленники, Гриаузаний – ученые и Чулаэфе – знать, приложение – 2746. Высшим классом общества считались ремесленники, которых было всего 13. Выше них находился только Дви, Чукаэ, Фриде, переводится как «создатель». Неизвестно, кто обозначается этим термином – важный религиозный деятель или бог. По имеющимся сведениям, ремесленники сыграли жизненно важную роль в строительстве SCP-2746-1, так и данные удалены. Ученые являлись ассистентами и личной прислугой ремесленников, и обычно набирались из числа знати после рождения. Большинство населения принадлежало к знати, состоящее из мастеров, плотников, а также деятелей искусства. Экономика в SCP-2746-1 работала по принципу бартера и не имела официальной валюты в каком-либо виде. Судя по законам, которые издавало правительство в то время, первоначальные жители не были способны умереть и не нуждались в какой-либо пище. Это свойство не распространялось на субъектов, вошедших в SCP-2746-1. Предположительно удалено. Лет назад жители SCP-2746-1 были вовлечены в гражданскую войну, обозначаемую как событие Нахаш, окончившуюся распятием двух ремесленников, большинства знати и ученых, и уходом выживших жителей из SCP-2746-1. Согласно найденным документальным свидетельствам, событие Нахаш было результатом действий создателя, который заявил, что все люди будут изгнаны из SCP-2746-1 и что в наказание все прочие граждане приобретут потребность пищи, чтобы сохранить здравомыслие. Из-за нехватки доступных источников пищи и отсутствия опыта сельского хозяйства знать было вынуждено есть друг друга, в то время как ученым был предоставлен доступ к нескольким личным садам с различными плодоносными растениями. Значительное большинство особей SCP-2746-1 откололось от своего правительства и сформировало организацию под названием Пьитфалла. Перевод Фурии Вскоре после того, как это наказание было введено в действие, руководители этой организации бывшие ремесленники Фредрика и Агатос, а также ученые по имени Кловис. Их целью было убийство создателя из-за несправедливого обращения. Более полная информация о событии Нахаш приведена в приложенной документации. Документы по SCP-2746. Следующая документация является листовками, записками и записями речей, найденными во время исследований SCP-2746-1. Большинство этих документов было написано на диалекте А-12, староангельский, за исключением документа SCP-2746-9. Документация, не изображенная здесь, состоит из личной переписки, торговых записей и поручений, а также литературы. Данную документацию можно найти в разделе извлеченной документации 2746-2. Доступ предоставляется сотрудникам с уровнем допуска 2 дробь 2746 и выше. Н-2746-1. Объявление. Всем добропорядочным жителям. После изгнания А и Е, бывшие главенствующие ремесленники Фредрик и Агатос оставили свои священные обязанности и провозгласили собственные предательские идеалы против нашего величественного создателя. Ремесленники Сювот и Сарай примут их обязанности на себя до тех пор, пока наши бывшие вожди не прозреют к своим неправедным действиям. Предатели и все граждане, сочувствующие им, либо заподозренные в участии в богохульстве, будут избиты плетьми, изморены голодом и распяты на 108 циклов после их поимки, дабы это могло восстановить их божественность и благодать. Да простит наш создатель за грехи их. Объявление 2746-2. Объявление. Всем добропорядочным гражданам. Движение Фурии. Это неприкрытый грех. Против империи и нашего великого создателя. Если будет найден любой участник этого движения, то об их присутствии следует доложить королевской страже немедленно, дабы они были наказаны вечным распятием. Этих язычников великое множество и они безмерно опасны. Если кто будет уличен в содействии им, те будут считаться проникшимися их идеями и понесут великое наказание. Да простит создатель наш за грехи наши. Письмо 2746-3. Фредрик Агатос. Разве не видите вы боль, причиняемую вами другим? Разве не видите вы, как великовечное тело брата вашего и сестры вашей безнадежно обезумели на пути своем? Да, это мы заставляем их голодать, но вы и только вы принуждаете их к этому. Вы не правы, как не правы и деяния ваши. Мы ни за что не позволим вам попытаться причинить вред нашему создателю, и мы приготовились к борьбе с вами всеми силами в... которые вы соблазном или принуждением наставили на путь бессмысленного сопротивления. За вами нет правды, но мы не можем разуверить вас. Мы не желаем вам этого, но если понадобится, мы скрутим вас. Не доводите до этого. Мы могли бы добиться гораздо более лучшего исхода. Если вы имеете хоть какую-нибудь порядочность, прошу прекратить эту бессмысленную борьбу. Прекратите страдания. Освободите Кловис и сдайтесь по доброй воле. Ваша затея не может не кончиться печально. Сювард и Сари. Письмо 2746-4. Сювард и Сари. Хотя нас и печалит тот факт, что вы и другие ремесленники не разделяете наших взглядов на нашего создателя. Вы бы хотели довести до вашего сведения, что нам всем абсолютно похрену. Как вы сами заметили в вашем письме, нас волнуют те самые граждане, которых вы сделали живым примером. Вы же понимаете, что подавляющее большинство тех граждан, которых вы подозреваете в следовании нашим идеям, раньше боялись создателя. Разве нет? Вас говорит паранойя. И хуже от этого только вам. Граждане проклинают вас за это, что вы следуете им. А от этого их любовь направляется на вас, вплоть до того, что даже ваши стражники дезертируют и принимают наши взгляды. И более того, удивительно нам, что вы полагаете, будто Кловис решила примкнуть к нам как угодно, но не по собственной воле. Своими действиями вы отказываете ей в свободной воле. Словно магия принуждения единственное, что могло заставить ее встать против вас. Наша опека направлена на тех, кому вы причинили вред. Тех, которых вы заморили голодом и избили. Кто по-настоящему страдал. Когда наше время придет, мы в первую очередь освободим наших братьев и сестер и дадим им право первыми потребовать плоть и кровь нашего создателя. Мы не видим причин, почему создатель наказал нас за то, что люди сотворили, кроме как ради жестокого развлечения. Это ваш последний шанс. Мы можем простить вас, но его не можем. Не стойте на нашем пути. Мы согласны с тем, что мы не правы. Нас сделали такими, и мы хотим есть. Фредрик и Агатос Обращение 2746-5 Мои сыновья и дочери. Не так давно мы жили в величайшем из времен. Наш создатель, коим мы дорожили, создал 13 душ и дал им одну простую задачу – создавать. И мы начали творить, испытывая благодарность за то, что нас создали. Мы создали холст, создали все тела, что есть на нем. Мы создали плодородную почву под нашими ногами и деревья, касающиеся небес. Мы следовали его примеру и создали 764 души, схожих, но отличающихся друг от друга. Вскоре, не имея других целей, кроме как создавать, мы сотворили все, что вы видели. Именно из-за вас у нас есть то, что мы сейчас имеем. Но затем мы кое-что заметили. То, что мы создали, было недвижимым, скучным и пустым. Нечему было восторгаться и наслаждаться теми вещами, что мы создали. Мы создали жизнь не просто растительную, но жизнь тех, кто ходит. Каждый из нас сотворил те удивительные творения, творения сильные, подвижные творения, разительно отличающиеся одно от другого. Мы представили наш труд создателю, как ребенок предъявляет родителям свой первый рисунок, и создатель взглянул на него, испытал омерзение. Он снес наши миры до основания, и мы перестроили все заново. На этот раз согласно правилам, которые диктовали нам, что можно делать, а что нельзя. Мы не могли больше отойти от обыденного, но и не могли мы отойти от невозможного. Полностью не могли. Мы брали творения своих собратьев за основу и развивали их таким образом, как не стал бы развивать создатель оригинала. Мы подстраивали их под разное окружение и вносили коррективы. Если творения не работали, как было не раз, мы применяли этот шаблон к другим творениям, в других окружениях. А если они не работали, и тогда мы брались за что-либо другое или оставляли на откуп другим. По-прежнему в этом не было порядка. И то и дело, мы применяли магию, но мы были счастливы, довольствуясь тем, что мы сочли нашим лучшим достижением. Мы вновь показали ему плоды наших трудов. Он взглянул на них и избавился от них снова. И вот в третий раз, когда мы творили непосредственно под его присмотром, или же когда он внедрил свое подобие, увидел он, что хороши творения наши. Но нам уже было все равно. Мы наконец-то угодили отцовским ожиданиям, каким бы эгоистичным они ни были. Но лишь до тех пор, пока его творения не стали извращенны. Создатель обвинил во всем эти наши творения, за то, что они полны соблазнов. Наши творения должны были быть лишь творческим выражением или простым удовольствием. Его же творения были алчны. Они считали, что имели право на все, что видели, что мы существуем ради служения им. Никогда не забывайте того, что когда они спровоцировали грех, наказание за это понесли мы. Ни одно из наших созданий не нуждалось в этом. Он же создал их ущербными изначально. Мы чувствуем их алчность. Мы не можем больше творить. А что они с этого получили? Их просто изгнали из этого места. Разве это достойное наказание? Они уходят, чтобы созидать, жить и умирать. Чтобы есть. И, позвольте себе напомнить вам, поедают они ваше творение. Разве это справедливо? Нет, это несправедливо. Но знаете, что по-настоящему несправедливо? Шансы 6 к 1. Сотни ученых стоят на пути Огненного океана. Вместе мы получим преимущество над теми, кто до сих пор следует за нами. Мы возьмем дом создателя штурмом. И покажем ему, в какой ужас он нас превратил. Если они сразят нас, мы с вашей матерью защитим вас. Если они повергнут нас, мы восстанем все вместе и ударим вновь. Мы покончим с нашим голодом. И мы создадим четвертый мир. Не для него, но для нас самих. Такой мир, какого желаем мы, как истинные создатели. Так или иначе, наша победа неизбежна. Воспитательный указ 2746-6. С глубочайшим сожалению и уважением мы исполняем наказание главного ремесленника Фредрика за его бесчинство по отношению к нашему создателю. Фредрик был нашим лидером. Вторым после него его лидерские навыки, изобретательность и силы прославлены во всем. Но это его и убило. В лучшие дни наивеличайшим достижением Фредрика было создание великого огня, который давал и будет давать нам всем свет многие эпохи. Его наказание будет потерей для нас. В недавнем прошлом Фредрик предал нашего создателя и вверг всех жителей смуту против него. Наказание Фредриха было специально устроено так, чтобы отразить его действия. Последним действием Фредриха было столкновение с ремесленниками и нанесение серьезных ожогов на лице Сари. Фредриха тогда парализовали и задержали посредством песни Сюварда. В дополнение к постоянному распятию и дальнейшему переносу в нижний предел, в наказание Фредриха были внесены меры, приведенные ниже. Эти наказания будут также применяться ко всем, кто также сражался на стороне Фредриха во время его захвата. Морду Фредриха следует отделить от остатков его лица, дабы не сводил он с пути истинного тех, кто может к нему прислушиваться, и не подчинял больше огонь. Распятие Фредриха следует поджечь после того, как он будет прочно к нему прикреплен, дабы чувствовал он ту же боль, которую он причинил тем, кто сталкивался с ним. Грудь Фредриха следует вскрыть, а желудок отделить от внутренних корней. Но не извлекать, желудок должен оставаться внутри его тела, чтобы он был уязвимее для воздаяния Создателя. Воспитательный указ 2746-7, с глубочайшим сожалению и уважением. Мы исполняем наказание главной ремесленницы Агатас и ее бесчинство по отношению к нашему Создателям. Агатас помогала Фредриху как личный советник и была ему сестрой. Ее верность, острый ум и предусмотрительность прославлены во всем. Но это ее и погубило. В лучшие дни она сконструировала белый камень, который уравновешивает великий огонь Фредриха и поддерживает вводы, которые создала она же. Ее наказание будет потерей для нас. В недавнем прошлом Агатас последовала примеру Фредриха и предала нашего Создателя содействием Фредриха в планировании всех стратегических решений. Наказание Агатас было специально устроено так, чтобы отразить ее действия. Последним действием Агатас перед наказанием было содействие Фредриху в битве против ремесленников. Была парализована и задержана вместе с Фредрихом благодаря песне Сюворда. В дополнение к постоянному распятию и дальнейшему переносу в нижний предел, в наказание Агатас были внесены меры, приведенные ниже. Эти наказания будут разделять с ней те, кто саботировал, препятствовал, либо иным способом косвенно или прямо играл роль в содействии Фредриху. Тело Агатас следует покрыть белой глиной, вылепленной в точности по образу ее, дабы глиняная оболочка высохнув отражала достижение и красоту Агатас. Глаза Агатас следует извлечь, затем ее тело будет распято вверх ногами, чтобы вытекла кровь ее, и вышли все дурные намерения. Вместо стекшей крови тело Агатас следует наполнять водой, пролитой через священную залу, дабы всякий грех в теле ее растворился и перестал быть. Воспитательный указ 2746-8. Мы исполняем наказание ученой Кловис за ее бесчинство по отношению к нашему создателю. Кловис служила как официальный оракул. Ее красота, ум и услуги были прославлены во всем. Но это ее и погубило. Нам хотелось бы сказать, что ее услуги были востребованы в лучшие времена. Но, увы, ее величайшее достижение до последних ее действий пришлось на наши темнейшие времена. В недавнем прошлом Кловис с умением и готовностью оказывала услуги личного, восстановительного и интеллектуального свойства всем остро нуждающимся гражданам и была ответственна за поимку данной удалены. Но считается началом нашей Великой Войны. Ввиду того, что к соучастию с Фредрихом ее склонили против Оли, Кловис не будет повинна смерти. В недавнем прошлом она представляла свои услуги Фредриху и служила источником информации для его приспешников. Кловис обнаружили заживо поедаемый несколькими гражданами из числа знати, служившими Фредриху. Из-за прямого вмешательства в удалено в наказание Кловис были внесены меры, приведенные ниже. Левый глаз Кловис следует пронзить раскаленной иглой, дабы лишить ее ее дара. Кловис следует предоставить человеческое тело, дабы никогда больше не вернулась она в... Тело должно нести все следы ранений, полученных от нападавших. Чтобы оно могло разложиться в свое время. После помещения Кловис в тело, ее шею следует порезать так, чтобы голова свободно болталась на теле, дабы все усилия ее были направлены на удержание себя самой в этом теле. Документ 2746-9. Обращение к тем, кто нашел это место. Поздравляю! Вы нашли... Возвращайтесь назад. Возвращайтесь и забудьте об этом. Без этой находки вам будет лучше. Если вы настаиваете, то как угодно. Но для начала попрошу уважить советчика и прочесть это послание до конца. Вы, возможно, знали об... Считали его раем, святой землей, где все происходит как должно, где смерть ни над кем не властна, где все живут в довольствии и без греха. Полагаю, так оно и было. Теперь все иначе. Мы давным-давно перестали придерживаться этой идеи. Впитайте эту мысль немедленно. Больше нет. После того, как это произошло, мы стали биться друг с другом. На моих глазах наших братьев, наших сестер, сыновей и дочерей морили голодом, до безумия и распинали на кресте. И в половине случаев это исполнял я сам. В другой половине Сари. Были и те, к кому я не испытывал жалости. Те, кто пытал, кто упивался. Были и те, кого мне жаль. Те, кого я знал лично. Я едва не отказался, но думал, что так надо, и я выполнил. Я стал совершенно другим из-за того, что произошло здесь. Мне не хватает друзей. Не хватает прежнего себя, которому нравилось петь и трахаться без разбору. Я потерял времена, когда все нравились друг другу. Времена, когда никто не испытывал боли. Времена, когда слово «защитник» обозначало лишь того, кто прекращал споры время от времени. Я бы отдал все, чтобы вернуться в те времена. Вот почему я не хочу, чтобы это место видел кто-то еще. Дурное место. Если его найдет какой-нибудь компетентный орган, пусть так. Лишь бы вы сюда не совались. Здесь кладбище, а не парк развлечений. Чувствую ли я себя защитником? Нет, нисколько. Эта должность мне не по сердцу. И всякий раз, когда меня так называют, я будто умираю внутри. Единственное, кому я симпатизирую, это Сари. Это лишь потому, что она делала то же самое, что и я. Кроме нас двоих никого не осталось. Остальные были не в силах вынести одиночество и просто опустили руки. У нас была возможность пересоединиться к ним, но тогда это казалось неправильным. Особенно после того, что мы сотворили. Теперь же мы хотим, чтобы это забылось. Хотим попробовать жить по-новому. Жить счастливо. И надеюсь, к тому времени, как вы это прочитаете, мы добьемся такой жизни. Надеюсь, когда мы начнем с чистого листа, променяем эту божественность на простую человеческую жизнь, не найдет нас снова. На большее мы и не надеемся. Подпись Сюворт. Примечание. Документ 2746-9 не нуждался в переводе в связи с тем, что был написан на современном английском. Предположительно, док 2746-9 был написан удалено лет назад, спустя много лет после предыдущих документов, приблизительно за 140 лет до обнаружения SCP-2746. Док 2746-9 был обнаружен рядом с разложившимися останками домашней кошки фелескатус и фламандского кролика Ориктологус куникулус, предположительно являющимся телами Сюворда и Сари.